ну вот мы опять делаем перестановку цветов вот эту новую все-таки сюда поставили она сильно большая сильно пышная возле дверей мы поставили поменьше вот эту сейчас сделаем обрезку петуниям стрижку стрижку вот смотрите на половину как минимум наташ вот сколько сейчас вот эти тоже набрежет и они будут вверх опять будут будет будет да вот она сейчас стрижку делает вот смотрите стрижка петунии обрезка это я говорю вот как человек зарастает волосами и у него все ниже ниже не свисают она на макушке ничего нету они все вниз и вниз тяжелые идут вот ведь она сейчас обрезала и все туда вон сейчас она здесь будет чистить можно его тите не жалеть тоже вот эти боковые правые как ты думаешь сейчас пожалеем потом будут они вот эти вот как вы вот эти я сейчас ниже да ну посмотрит да 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 вот отсюда вот эти вот а также который цветов да который цветут да не жалеть и вот эти все которые висюльки вот эти все срезай аккуратненько не просто я сравниваю который вот здесь как она срезала и на этой просто у нее это ровнее срезано вот эти тоже срезаем ну да здесь надо над столом вот он стол здесь как раз и он семочка и семочка жарко вот эти имел ввиду вот они наташ вот эти нет вот эти нет дальше вот эти все которые ты тогда садись на стол только осторожнее на стул очень опасно вот так присядь и посмотри как вот сейчас вот присядь лишь неровно вот смотри неровно видишь вот этот сгусток надо срезать сантиметров где-то 5 да вот 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 как волосы ну и все нормально тогда она будет дальше срезать я вам пройдусь как это сейчас у нас выглядит здесь перестановочку сделали здесь ничего не менялось с этого угла мы убрали пока вон туда их на стрижку на стрижку петуни петуни фуксия это у нас так или живет хорошо наташа здесь их старые цветочки все обчистила ты когда на дня два назад три чистила да а вчера даже он мне кажется да и вырастают молоденькие цветочки ведь какая красота другие совсем ведь они они в длину не идут они идут ширину только вот такая вот красота в этих сейчас пауза сейчас они набираются сил и появляются новые у портулак эти цветов но семочка ну как же семочка вот с нами с нами вот наташа стрижку произвела еще вот этим вот стрижку произведет вот такая у нас красота да потихоньку обновляем вот там шмелечки летают тоже ой какие статуи у нас с вазонами прям не нарадуется душа да это тоже стригин тоже не жалей стриги и прямо то же самое как это все я только что сейчас говорю зрителям сейчас таша обрежет им легче будет и она будет силу набирать в другом уже вверх пойдет вот видите как раз наташа подошла и вот эту тоже можно состричь пускай она немножко окрепнет вот это еще спит у не подошла этой такой полосатенькой а вначале мы покупали ой какая она пышная вот те самые первые вот это понравилось самая первая она их он туда листочки он кидает самая первая вот она у нас по моему было да но мы ее прятали наташи прятали в тенек это сейчас наверное опять надо прятать ее в тенек а не было не было это сегодня только началось ну вот все теперь пету не прячем давай начинаем прям вот она теперь у нас где-то пету не вот вот здесь мы сидим всегда уже все только просел очку вспомнил жулик сейчас я янташ я пущу пущу его я иду от ты тоже что-то ну ладно сейчас она выпустит вот сейчас мой зайчик зайчик съемка идет папе ну-ка давайте что там семечко какой-то там летит хороший собачка села вон какая шерсть у него да я прям не нарадуюсь вот этой вот питунья и главное смотрите сегодня 21 июля даже прям как-то не верится что такая шикарная питунья будет вот мы вчера снимали там питомники у нас здесь по тервитес ну там остались такие они мелкие цветы уже таких больших нету все вот поэтому я и захотел как я на одном из видео говорил что я наташу все уговариваю говорю уговаривала говорила наташа ну давай купим а ну не знаю вот почему тут хочется мне вот цветов и все да недорогие друзья господи ну 7 евро вот это вот там были что можно было купить по полтора евро штучку но вы знаете опять рассаживая это и ну нет она не будет уже не успеет за лето она вот такая вот пышная стать вот такая вот широкая к ветвистая такие цветы это экономия знаете один раз на свете живем все нормально да все хорошо темка тут на страже он какой солнышко да на страже сейчас повыше стану как она сверху вот отсюда будет выглядеть да хорошо все прекрасно всем ко всех гоняет он не пропустит никого на тут уже обрезаны на наташа обрезала тут уже в три ряда мы сейчас спрятали их опять в такой как знаете как специальную комнату прохладную мы их оживить чтобы они в тенечке вот эту опять жару переживут я пропиту не вот эти вот вот как в садик моих специальные определили пускай здесь ну что здесь солнышко самый последний момент только появляется вот она уже вот за березой это все уже она идет на закат туда отвыкли опять от солнца просто отвыкли друзья пишите комментарии как у вас погода у нас сегодня уже три царик в тени точно пойду сейчас посмотрю у наташины мамы там что там всем к все гоняешь чужие там все шумят да молодец ну-ка кто там кто там чему молодец жарко чем и она пить захотел down водичку тут пьет у него в двух местах водичка вот здесь водичка у него пепель и вон там водичка еще он там вон там за статуэтками как раз где эти ангел очень один ангелочек там стоит ой собачка села погоняйся молодец съемочка кто там сама ну-ка кто-то ну-ка разберись кто-то ну-ка кто-то правильно молодец молодец ну вот такие у нас лиси хвостики тоже вы знаете друзья так они здесь ожили там они совсем другие другого вида были мы здесь такие красивые стали хвостики смотрите семочка ты куда собрался так бабушки собрался не не надо бабушки там там телевизор она смотрит да смотрите как наливается наливается виноград этот наш сладкий сорт винограда у нас даже в описании когда мы только-только открывали канал я даже в описании его отдельно выделил что мы занимаемся выращиванием сладкого сорта винограда так что-то вспомнилось друзья бывает такое а когда погода хорошая так вообще настроение совсем другое но здесь у меня в тенечке хорошо вот узнаете такая сейчас у подальше отойду здесь такой как как домик шалаш такой навес видите это я из пластиковых труб специально усилители такие прикрутил установил на трубы стойки там установил тоже в трубах вот видите вот тоже туда забил и вот эти пластиковые водяные трубы и вот виноград на них вот так свисает ловушки ловушки продолжаю продолжаю делать они уже ловят но пока еще мухи пока еще мухи вот сейчас я покажу вам вот эта ловушка она уже полная посмотрите всяких мух прям битком набитая ой ведь как там шевелится как они друзья эти срабатывает прям я даже стоял наблюдал один день тут какая здоровенная какая-то чудо-юдо там залетела видно вам не видно они туда падают вот лезут вот здесь вот так вот лезут 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 и туда они прыг и все и они в воде уже начинают тонуть 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 друг по другу там уже там несколько слоев посмотрите а так бы эти все мошки и мухи атаковали бы здесь все кругом всякую заразу бы разносили работают ловушечки работают ну вот время уже без пяти восемь подходит вечера вот наташа пришлось снять одну питунью чтобы отпевалась она побольше и тысяч ты добавляешь сейчас удобрения какой сейчас кристаллон вот время 8 вечера подходит начинается поливка до цветов много надо отпаивать все и съемка здесь ему только лапку его не поднимай да да и пускай здесь отпевается муж куда в сторонку чтоб съемка не обдул это а ты повесишь что подпился он да вот солнышко же садится видите вот у нас я говорю такой как барометр солнечный смотрите вот если на этом за эту березу заходит за ствол да 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 все отпускай пускай по попьет еще отопьется красиво это самое первое да здесь удобно считай на уровне глаз да на вытянутую руку конечно тяжело да и вот так каждый вечер но когда были сильные ливни тогда да вот эти внутренние она поливала вот эти крайне конечно не к чему это было потому что здесь так все заливало но ведь это потяжелее конечно да эти не не так они вот сейчас уже вот и вот это легенькое чувствуется что легенькое легенький горшок ну да обещают нам потепление но слава богу хоть погреем косточки съездим тут распланировались посмотрели прогноз и на море надо будет съездить юрму съездим по улице ем вас погуляем ну да если перспектива будет такая тело теплая погода уторванем рванем ну дай бог вот сейчас она с удобрениями поливает пускай отопьются на жаре сейчас они быстро будут отцветать и нечего их жалеть просто обрезать вот и все цвета это ножницами чик и все не надо вставлять эти столбы ну я их столбами называю да да сразу такая тишина стала как смотрите аж водичка кап 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 вот смотрите вот она она кап 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 питомнике ой какой запах там стоял а мы сначала откуда медом так не несет сильно до запах ну чистый мед чистый мед отпаиваем да вот как раз солнышко уже садится и семочка тут хай жулик семкин тут с нами тепло сейчас люди все все на улицу по выходили кто на батутах то бассейны себе опять заполняет наверно за съемка а мы тут с мамой и семочкой свой бассейн вон у мамы с вами буль-буль-буль-буль-буль-буль с христалончиком это удобрение такое чтоб кто хочет запоминайте это удобрение я вам как-то показывал а я сейчас еще раз покажу вам у тебя же здесь где-то она а вот она вот эта баночка вот смотрите вот такой вот удобрение вот вот какого цвета там у нее ложечка вот норма на ведро до ложечка вот вот как она поливает на ведерко она сыпет ну на сезон хватает на летний сезон утка до самых морозов я думаю что хватит там еще удобрение вита у нее тоже это 5 литровая и вполне достаточно потому что там кто-то в комментариях спрашивала почему у вас такие цветы пышные да потому что она кормит вот эту которую мы покупали последнего сейчас по доберской сегодня ездили хозяйка сказала пожалуйста подкормить и я говорит уже их не подкармливали но они их продают они у нее уже кончаются просто и она просто у нас прям прям так умоляла говорит прям приедете сразу подкормить и подкормить и пожалуйста все вот выполняем просьбу и и как-то вот так вот наташина мама тепло уже да даже тепло жарко 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 даже маме тепло да это друзья 8 часов уже вечера где-то две минуты три максимум 9 хорошо вот сейчас солнышко еще еще больше садится вон там посмотрите он теперь в лес весь солнцем такие вот такой не поливается посмотрите как красиво он там лес у нас вот прям как солнышко на лес светит это буквально вот он у нас по прямой наверное метров ну по прямой до первой до первой ветки будет метров 70 до густого леса наверно 100 метров он там уже березы и там дальше за березками сосны сначала идет березу это короче метров 30 каких-40 вот мы совсем рядом с лесом живем как будто неделю их не поили да это сегодня только первый день жары прошел первый а вот она уже за березу заходит уже за вторую смотрите солнышко опять всем а то дыма садима продаем а садима съемка буквально мама зашла водичку набирать но я тоже заходил попить и он тоже дохай на принципе вот тоже попей водички попей ой вот вот ему водичка ну-ка попей вот давай хочет попить водички для чуть-чуть только ну ладно только чуть-чуть а это да вон она да он уже хочется зацветать когда мы купили да и ты в машине подобрала да и вот этот росток вот посмотрите друзья этот росток но горшок ему при вполне достаточно этой земли для одного маленькой то это веточки для кустика это портулак вот такой вот только не а это желтый желтый на желтый вот такой вот она отломал себе веточка отломалась и она поставила вот так я сейчас покажу как она вот вот так вот ставит вот примерно вот а кстати у тебя тоже здесь портулак да а корней пока нету а он давно уже здесь они стоят а ну подожди еще я думаю к ноябрю дадут корни на елку ух ты господи мобородная посылали киплет это полтора литра лейки сейчас все да мне кажется мало может по 2 млейки хватит а я сейчас попробую как она по весу а вот я недавно подходил я просто так росту она сразу перед переворачиваться ну переворачиваться начала все отпитая все понятно значит уже набралось да я тут подходил как-то в один из дней и смотрю цветочки уже ну вот все потихоньку нету 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 а вот они молоденькие поперли посмотрите его наш видела так опять иначе да 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 и он и завязи сколько все усыпано все 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 это наша красная красная такая темно-красная вербения тут были такие холодные дожди тут ой думали господи как они выживают ничего вот смотрите какая красота становится ну вот наташа так подсчитала в среднем ей говорит надо как минимум полтора часа на поливку всех но по всей территории тех цветочков потом там он горшочки там там везде вон там еще есть ну в общей сложностью где-то горшков на на 50 на 55 примерно горшком 50 на точно там на подоконнике да вот про эти мы говорили про этот подоконник здесь у нас раньше была кухня с этой стороны кухня моя спальня компьютерная вот почему ты не стали здесь большое окно делать но это как ближе к северной стороне поэтому мы не стали чем меньше окон на северную сторону тем лучше ну вот такие вот вот забыли честно признаться вот особенно я плохо мой отец говорил плохо когда не знаешь да еще забудешь вот приду призадумайтесь плохо когда не знаешь да еще и забудешь это вообще это такую это степень учености такая должна быть когда не знаешь и забыл еще ну ладно это мы так шутим вот так полилось лишь к полилась ничего ничего наскосок нет ровно у нас да немножко наскосок а ты вот в этот уголок полей то что во 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 и она все равно придет придет туда поэтому она у тебя сюда так и соскакивает вон какой угол наташ вулей вот смотри вот пустота вот 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 так вот мы частенько ну одна голова хорошо 2 лучше хорошие цветочки мы думали они уже все до как-то все 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 а как они ну потому что цветочки начали мы смотришь какие-то все все сок ну вот-вот вот пример вот такие вот вот такие вот они все уже были ну все начали гибнуть гибнуть посмотрите как оживают и вверх и вниз и посмотрите да 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 прелесть красота просто то вот здесь вот смотрите вот вот наш огородик ой комары уже вот наш огородик вот наши друзья посмотрите это я буду по факту все мы вам все рассказываем все как есть наши друзья уже начали к нам гости выходить ну как бы они нам уже так сильно не страшны вот наташа уже обрезала всю клубнику можно сказать почти всю землянику там еще чуть-чуть наверху этих мавзолеев осталось вон они уже расходятся у меня эти доски потому что им уже не знаю сколько лет надо будет мне что-то здесь делать следующем году много работы огурцы тоже сейчас подойду это белорусская малиновая яблоня немножко будет урожай будут нам хватит насколько хватит столько хватит ой комары жаркая я только в одной футболочки цветут видно цветут завязей друзья ой сколько много и по совету подписчиц спасибо им дай бог здоровья мы первые нижние все завязи и пасынки ну где-то 34 точно мы не снизу по обрывались наташ вот еще как-нибудь пройдем зато послезавтра огурцы есть будут огурцы парнике тоже огурцов очень много мы уже едим на колесах так что сделаем я на днях сделаю большое видео большой обход что у нас получается с какой результат с этим обрыванием пасынка всех вот так она и продолжает потихонечку даже здесь огурчики он ведь и мы везде вот первые по обрывали с ней походили по обрывали ничего пускай а это тоже он середина вытягивает на какие что-то друзья а это кусали друзья да но середина наживает наташ я будет будет вытянуть вот мы и ждем на 7 ноября примерно вот так вот мы сегодня вечер праве проводим с наташей мама уже пришла на ужин я буду тоже делать поливать ничего страшного вот смотри как и жила тоже это все всю зиму у меня на работе он был на работу она отвезла туда потом у них такой есть садичек до отдельный на каком этаже там не знаю даже в комнате а в комнате а в комнате понял а я помню эти в школу приходил там у вас клумбы такие гербарии может кто-то помнит кто учился в этой школе сейчас четвертая основная она считается саком скола ну да на начале до шестого класса там учится все мы ты кого там пойду ка я посмотрю жулик там игрушку игрушку звал то есть просил стряхиваю там сейчас такие семена летают не знают из березы и откуда не летят сейчас кругом эти семена такие мелкие вот ту машину ставит в на улице городе те понимают приходят а все вся крыша весь капот и так далее в мелких мелких каких-то семенах таких бывает вот помоешь только машину потом утром приходишь она вся в этих семенах ну ничего ну гараж нам не нужен друзья не 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 но это что это опять загромождение воском он побрызгал он видно даже на отсюда воск я ждал что будет завтра дождик и воском воском вот вам видно на развода видите восков облитый воском так блеск идеальный идеальный вот где он разлился красиво видно прям благо красочное покрытие защищено это все заодно и вам показываю чем иногда я занимаюсь воском обливаю опрыскивателем тем же опрыскивателем 5 литровым туда где-то 100-150 грамм воска разбавляю в воде на 4 литра и погнал на машину прыскать особенно под дождик это просто прекрасно машинам блестит прям вся как будто знаете покрыто керамическим покрытием этим защитным вот вам факт на лицо ржавчины нету так что все нормально сами удивляемся почему как про цветы ну шесть есть же всем показываем отступление отступление в наташа правильно спасибо тебе дай бог здоровья дай бог тебе хорошую любовника сказали говорят не хороший любовник а богатов любовника все в дом все в дом да вот теперь в очередь подошла вот ну эти я думаю не не поливай наверно вот эти которые будешь поливать молодец а ты знаешь наташа я вот сюда подложил палочки пускай вот здесь вот будет пустота чтобы дышать через отверстие те да мало ли что что-то я так побоялся думаю сегодня утром я вот отсюда взял из хвойного пада там две палочки этих от веточек сосновых и пускай стоит там циркулирует я сегодня помыл его мылом этим нет хозяйственным мылом хозяйственного мыла накупили много попалась нам там где-то в магазине ходили не так посмотрел думаю нет надо помыть но тоже знаете да видно наташ видно что отмыл суди как красиво смотрится вот смотрите как стало я отмыл на такой же серенький серенький плетенка как корзинка видите вот как под плетеную корзину точно ташьят мы ура но я ждал что он обещали завтра дождик в пятницу а пятницу у нас будет за три царик это в тени опять ну ладно на этом нет на не на море нет 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 мы поедем завтра к сыну андрею в тот пруд большой ой вот там точно вода как парной рыбок гонять да все красота вот наташа вербеньев снимает и поливает а так удобнее да от нам вытянутую руку держать это тяжело да ой комары комой даже не комары ой это слепни наверно быть точно все да я думаю что там не чешется вот эта сторона а вон и сгрузили посмотрите вот они разы кусаются как а снимаешь такие легкие да еще вода есть нет не очень сухие потому что это на улице они стояли во первых дождь и ты поливала еще знаете она мне так говорит как будто я же я приехал к ней в гости я с ней давно не виделся вот так она бывает так она такая оправдывается мне типа не оправдывается как объясняет мне я приехал в гости и смотрю у ней какой не палисадничек какие у нее терраски наташа ты еще покажешь мне что-нибудь что у тебя там находится где у тебя там цветочки айти роз показывал как тогда молодец солнышко заходит как красиво вот взяли с ней придумали мы с ней придумали и я сделал а почему нет она что-то она делает что-то я делаю ну вот уже повесили на место оборвали все что здесь смогли от поили а их по весу можно да вот когда она тяжелая вот тогда уже от поилась да да торф набрался водички этой с подкормкой удобрением и все хорошо сейчас солнышко как на пету не посмотрите сквозь березу вот эту которая говорил пробивается ой как красиво смотрится ромашечки тут у нее у нее привык у нас тут ромашечки повторно посмотрите им конца и края нет он сколько завязи сколько завязи это первые отошли это пошли уже это вторая волна сейчас идет потом будет видно что уже третий да я тоже вот сегодня обратил внимание да и им хорошее место да им выбрали хорошее место солнышко такого здесь нету и ромашки спасает это мелкие петунии вот она им как хоп и все от петунии цветок упал смотрите как я говорю мы все в цветах как все равно не в этом ботаническом саду нам приезжал не искать вы как ботаническом саду ну что хорошо на душе хорошо приятно глазу всем хорошо наташиной маме ну я ее всегда бабушка бабушка нравится очень даже нравится мы когда начинали начинали то только вот вот первый кстати вот который она сейчас отпаривает вот петунии вот это первое петуния была она нами куплена и потом пошло и поехала по 3 по 4 по 2 по 3 по 4 по 3 по 5 по 6 и начали привозить привозить и потихоньку но прошлом году у нас уже висели в 99 этих коржков а в этом году мы побольше он даже там все в этих цветах красиво выходишь или вот так вот просыпаешься это петунию закинул вот пускай вместе с мучей утром просыпаешься окошко жалюзи открываешь красота друзья даже жить хочется так что желаем всем здоровья долголетия долголетия самое главное мира спокойствие добра всем дружбы между народами всем доброго до следующих видео друзья вот такой у нас вечерок хороший тихий спокойный посмотрите как на небе тишина люди отдыхают это четверг 21 июля до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...